В России с каждым годом растет количество сектантских организаций. Только в нашей республике их уже более 400. Эту важную проблему обсуждали в Чебоксарском кооперативном институте. Что такое секта, современный человек представляет вполне отчетливо. Но не каждый осознает, что подобные организации действуют совсем рядом. И их жертвами в любой момент могут стать наши близкие, знакомые и, наконец, мы сами. Адепты сектантских движений работают действительно очень профессионально. Применяя психологические методы воздействия на человеческое сознание. Я бы хотел сказать, что в секты не попадают люди сами. Туда их приводят. Приводят по всем основным принципам маркетинга. Сначала привлекается ближний круг, потом дальний. Теплые отношения, связи так называемые, холодные и так далее. Наказание за сектантскую деятельность и пропаганду в Уголовном кодексе не предусматривается. Хотя представители этих организаций не только вынуждают людей передавать им деньги и дорогостоящие имущества, но и меняют мировоззрение человека. Я сделал для себя такой, что самая уязвимая часть нашего человеческого тела – это мозг. Мы пускаем туда кого угодно и что угодно. Чтобы обезопасить себя и своих близких от недоброжелательных влияний, представители Центра помощи пострадавшим от сект составили и выложили в интернет реестр действующих сект на территории Чувашии и не только. И необходимо помнить, что выйти из секты гораздо сложнее, чем в нее попасть. Будьте внимательны к своим близким, особенно к тем, кто страдает от одиночества или попал в сложную жизненную ситуацию. Помогите им первыми. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Расиль Мухаммедов, Республика.